Снежная буря накрыла Ближний Восток. Явление в этих местах невиданное. В Израиле на дорогах парализовано движение. Всё видел Сергей Ауслендер. Израиль в полной блокаде. Аэропорт Бен-Гурион закрыт до особого распоряжения. На дорогах сплошь и рядом аварий. Непривычные к такой погоде израильтяне на обледенелых или мокрых трассах не могут справиться с управлением. Ни на одной машине нет зимней резин. Да ужас просто. Сейчас ехал машину туда-сюда носит по дороге. И тормозить невозможно. Видимость нулевая. Впервые за много лет в Израиле создан оперативный штаб по борьбе со стихией. Таких снегопадов, по данным метеорологов, не было уже больше ста лет. Вот занятие, которым среднестатистический израильтянин ни разу в жизни не занимался. Очищать свою машину от снега. Такое, если и случается, то раз в год где-нибудь в Иерусалиме. Но в этих местах снега не было уже, наверное, четверть века, а может и больше. В Иерусалиме сугробы уже по полметра. Движение парализовано. На помощь пришла армия. Военные перебрасывают тяжелую технику на горные шоссе к столице, чтобы разблокировать город. Периодически дорога по указанию полиции открывается на несколько часов. Машины пропускаются. На сегодня, на вот то время, когда мы с вами разговариваем, все дороги закрыты. Работает тяжелая техника, и армейская, и наша. На сегодня, на эту минуту дорога закрыта. Периодически она открывается по распоряжению полиции. Для детей нынешние снегопады, конечно, развлечения. Когда еще увидишь святыни старого города, покрытые снегом, или поиграешь в снежки? Чужда иудаизму снежная баба сегодня самое популярное изображение в Израиле. Мы никогда ничего подобного не делали. Это же прекрасно. В школу идти не надо. Зато сколько удовольствия. Лепим снеговика, отдыхаем. Власти подобного веселья не разделяют. Объявлена чрезвычайная ситуация. Небывалое дело. В Шаббат разрешили движение поездов, чтобы можно было хоть как-то передвигаться. По всей стране валит снег. Там, где чуть теплее, идут настоящие ливни. Дороги к Мертвому морю перерезаны потоками воды. В Тель-Авиве река, протекающая в центре города, грозит выйти из берегов и парализовать мегаполис. От ненастья есть, правда, и пользы. Гидрологи надеются, что бурные осадки пополнят главный источник пресной воды – озеро Кинерет. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер. Ким Чен Ын отныне дорогой лидер. Взял титул отца. Дочь британской актрисы погибла в Париже, а смерть звезды Форсажа могла быть не случайной. Все интересное в нашем обзоре.